Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по-другому. Это шкарлупский семечек. А мне семечек. А мне. Ребятушки всем здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Подъехал я к кормилице, ребят. Буду в этом видео рыться в помойках. И показывать, что в них можно найти. С вас обязательно по лайку. Потому что в кормилицах такая благодать. Она заслуживает 100% от вас лайка. Нашел я сходу вот такие драные шляпетки. Но их вообще не продать. Пятки убитые. Будем двигаться к цели. Действовать. Пора зарабатывать реальный кэш. Сходу нашел колготочки раз. Сходу колготочки два. Такие я продаю по 20 рублей. 40 рублей у меня уже в кармане. Так, что тут у нас еще будет? Опа. Игручечный вынос. Игрушечки. Кстати, в игрушечках часто выкидывают смартфоны. Нерабочие смартфоны дают детям. Они играются. И вместе с игрушками потом это все отправляется на кормилицу. О, а вот эту, ребят, я тему знаю. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Так. Свежачка накидали. Ой-ой-ой. Смартбай. Мышка компьютерная. Ну, передатчика, к сожалению, нет. Часто мышки выбрасывают без передатчика. А без передатчика она работать, ну, никак не будет. Упор, ребят, всегда делаю на технику. Ведь именно на технике я могу заработать как можно больше количества денег. О, вынос с хаты. Вынос с хаты посыпался. Масочка с котиком. Женские трусики. Блок питания. Ну, такие проводочки. По шнурочку, по проводочку, да. Чё-то да и найду. Ну, в принципе, кормилица благодатная. Надежды она мне даёт. Завтрашний день я могу уже смотреть с помощью кормилицы. Вот, и вень для пирога нашёл. Он убитый. Ой-ой-ой. Вот тут смотри, что показывают. Ой-ой-ой. Привет, ребятки. Ещё одна сочная кормилица на пути. Посмотрим, что тут можно найти. Опа. О, какой-то проводок. О, это чё такое? Паяльничек, ребятки. Вообще шикарно. На халяву паяльничек. Зажигалочка. Рабочая. Кстати, нифига ветер дует. Чё это, смотри. Какой-то подписчик по-любому чё-то мутит. Смотри, чё-то взрывает. Есть пробитие. А нахер он тут шумит вообще средь бела дня? Я не пойму, блядь. А ну. Вот эти петардники. Новый год уже давно прошёл. А ну пошли разбираться. Слышишь, дядя, тебе чё, заняться нахуй нечем? Чё ты тут шумишь днём? Чё шумишь? У меня контент, блядь, пацаны, горит. Я блогер вообще. Какой контент? Про петарды я снимаю. Цимус канал, посмотри. Не видел, что ли? Цинус? Цинус? Цимус. Я сейчас цимус искал в помойке. Не нашёл, кстати. В помойках, что ли? У меня, короче, тема. Я стрета ведро нашёл в помоечке. И решил его жахнуть петардочками. И как? Удачно? Ну, вон, смотри, тут немножко. А, есть пробитие? Ну, так скажем, вон просветик. Ну, петардочка слабая ещё. Я топ, видишь, собрал и по нарастающей мощности увеличиваю. А, так давай, слышь, пошли со мной. Ты по помойкам ориентируешься, типа? Я двигаюсь по мусорной банке. А что вот, кроме ведра такого, можно что-нибудь получше найти, чтобы бахнуть нормально, жёстко прям? С удовольствием сейчас найдём всё, что тебе требуется и бахнем. Ну, давай, пойдём, поищем, что? Так давай. Ну, погнали, погнали искать. Я Влад А4 на помойках только, понял? А у тебя сколько подписчиков? У меня 2,5 миллиона. У меня тоже. 2,5 тысячи у тебя? 2,5 миллиона. Хера, ребята, это серьёзно. Давай, краба. На 2-5 лямов. Ребята, походу ролик-то будет легендарочкой. Ха-ха-ха, лайкосик и подписочку. А мы погнали. В общем, сегодня встретились с Владом, приехали в город Краснодар. Будем искать в кормилицах всякую разную ништячковую тему. Типа стиральных машинок, посудомоек. Влад это, ну, он умеет это находить и находит. А потом на моём канале это будем бахать. А сегодня пожелайте нам в комментариях смачных находок, ребят. Смотрите без перемоток и ничего. И лайк на видос. Подписочку. Подписочку. Подрать будем. Да. Подписочку на Цимуса, ребят. На его канале выйдет видос, где он будет бахать всё то, что мы найдём на помоечках. Приехал он примерно на неделю, там, всю неделю будем с ним рыться. Я думаю, много всего будет интересного и всё это он бахнет с удовольствием, ребят. А сейчас поехали. Ты, кстати, на помойках же ни разу не лазил. На помойках? Я около помоек что собирал, но в самих бачках, в кормилицах нет, не требушил. Вот это я люблю. Может, что-то и похабаешь сегодня с бака. Вкусненькое. Ну, я лаперамидиком запасся. Нормально этим? Да. Ну, вот. Сразу надо пару таблеточек будет принять. Короче, будет тебе по-любому интересно. Погнали. Погнали. Смотри, для того, чтобы рыться в помойках, нужен специальный транспорт, чтобы перевозить на ход. Вездеход какой-то? Да, вместительный. У меня вот трёхколёсный. Тебе я тоже выдам транспорт свой легендарный. Вот, во-первых, шлем. Так я водитель не умею. Сейчас научим, по-любому. Пошли. Выделяю тебе свой элементарный, легендарный транспорт с надписью «Помойка кормит». А чё он такой длинный? Ты посмотри, что с ним сделать? Это какое-то чудовище. Это мутант. Это моя разработка специально для того, чтобы перевозить находки с помойки. Я тут даже стиральную машинку надел. А, ну если стиралка влезет, это уже другое. Всё увезём. Главное сейчас что-то найти крутое. Ребят, обязательно смотрите ролик до конца. Всё, едем и начинаем драть кормилицы, как гиены. Едет со мной «Цинус», на помойке будет «Цинус». «Цинус». Я сказал будет «Цинус». «Цинус». О, куртка какая, просто «Цинус». По помоечкам лазить. Вообще шикарно. Мне вон Вадик отчислил какую-то куртку. Да, дал мне помойку. Говорит, 12 тысяч стоит. Да, в себя 12 тысяч, кстати. 4XL, хорошая. Мой размерчик, мой размерчик. На вырост. Хочешь переодеть? На вырост. Да не, не буду, мне в этой уж покомфортнее. Что-то очень много вещей, ребят, на помойках. Мы вон, смотрите, целую коробку забили уже вещами. Обновление гардероба, наверное, зимнего идет. Кстати, да, реально, сейчас потеплело, и люди выкидывают зимнее. Покупают весеннее. Ищем, что. Думал взять его бахнуть, но я что-то не знаю, неохота с игрушками связываться. Хочешь ты технику найти какую-нибудь, машинку стиральную, микроволновочку, унитазик можно, если он чистый будет только. У меня новая шланга для стиральной машины. Берем такое? Конечно, на продажу. Ого-го-го-го! Ого-го! У меня телефон-клайк. О, телефоны ценятся. Телефоны ценятся. О, я помню, у нас здесь такие мячики были. Мячик будем бахать, джахать? Ну, думай сам, тебе видней. Значит, синдром Плюшкина какой-нибудь долбанет. Замок, кстати. Личинки прям дверные. Личиночки. С ключами. Ценится такое? Сейчас, главное подобрать. О, смотри, Apex. Личиночка. О, тут даже вот такой есть замок. Кстати, можно вот такой бахнуть, допустим. Интересно будет. Он работает, смотри. От всех ключей или как ты их находишь сразу? Вот ключи подбираю. Вот они валяются. Ключи. Давай возьмем, бахнем такой. Вот сюда пекарточку так лошадь. Может открыться. Давай попробуем. А телефон, смотри, флай. Ноке 3310 можно, держит ядерный удар. Батарея там на месте. О, батарея на месте. Вообще шикарная, ребят. Скорее всего он рабочий. Тут две симки даже стоит. Надо зарядить просто. Можно бахнуть будет что-то из этого. Вот тот замок. Вот что-то тяжелое. О, это прикольная штука. О, это вообще емба. Это зажимы типа? А, нет. Это для клея, понял, кстати? Это для скотча. Для скотча, да, упаковывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Это берем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что-то в пакет. Давай достанем. Что-то тяжелое. Азарт просыпается. Я прям вижу, как у Влада азарт просыпается. Садись. Это что? Чернослив. Чернослив? Чернослив с косточкой. Удочка полезная. Ого. Нифига тут масса. Килограмм. Чернослив с косточкой премиум. У меня меньше. У меня 500 грамм. Дата изготовления 22-й год, декабрь. 22-й год дата изготовления. Срок годности 6 месяцев. 6 месяцев. Ну, немножко просрочился. Ну, а что ему будет вяленому? Сейчас какой год? Сейчас. 24-й? Да, начало 24-й. А, на полгода просрочено. Ну, на полгодика. Что, берем такой или просрок? Ну, знаешь, я его есть не буду. А кому мне его брать? Неме, я не знаю. Можно пару пачек взять. Это тоже он. Давай не будем жадничать. Две пачки чернослива возьмем. На пробу, так скажем. А остальной чернослив оставим. Из него, кстати, компоты можно варить. Да, он вообще абсолютно адекватно пахнет. Да, он вообще хороший. Знаешь, что годности такая дешевле относительная. Может, моя жена будет мне компоты варить черносливом? Ну, что, компотик прокипятится. Ну, да. Сказка песня. У меня тут он тоже ценный. Целый пакет саморезиков. Стратегический запас в гараж. Кладезь полотенцев, ребятки. Клондайк полотенечный. Ой-ой-ой. Не-не-не. Мне кажется, это со вшами все. Одежда с клопами, вшами. Ребят, хочу вам напомнить про то, что в моей группе ВК вы можете купить сюрприз бокс с кормилицей. С самой лучшей техникой. Также вы можете купить пропуск мусорным баком вот такой, который позволяет вам пользоваться всеми привилегиями мусорных баков. Выдают со мной лично с подписью и печатью. Также скоро в продаже появится мерч. Скоро весна. Нужно будет купить футболочки вам. И эти футболочки будут в продаже у меня в моей группе ВК. Ссылка в описании. Ой-ой-ой. Шляпеточки на продажу. Сумочка. Нифига. Слышишь? Сумка как кобура для ствола, ребят. Не находите общие картины? Это реально сумка женская в виде кобуры для ствола. Она вообще в люкс состоянии, посмотрите. Да такую купят, блин, рублей за 100-100%. Нет, такую сумку никогда в жизни, ребят, не находил. Вот такую. Так, Цимус, шевелись скорее, надо работать быстро. Конкуренты не дремлят. Вон, сумочку я уже нашел на продажу. На продажу? Да, за 100 рублей продам. Смотри, кроссовочки Adidas, это 750-е. Где? Вот нахрен. Орига. Смотри, пятком жопа, это мозолистые они. Мозоли натирают, видишь? Потрогай вот тут. Что, такие не продаются? Не-не-не, такое не продают. Что тут у нас есть еще? О, да тут, смотри, тут коллекция тяги. На рынке у Армена такие под 700 рублей, блять. Так себе выбирай тяги. А, размер. Вот это твои. Так у меня потом грибы вырастут. Какие грибы? Я потом, я потом грибы продавать буду. Ходячий платанцей стану. Ну, заколлаборируйся с грибами. С грибниками, да? О, кепочка, слушай. Вот эту можно, кстати, за соточку загнать. За соточку можно загнать. Нормальная. Ну, такая подвыгоревшая. Слушай, ну, неплохо. Хачиндем бренд. О, а вот такие бутылки. Не, бутылки не подойдут. Махнет, нет? Смотри, смотри. О, так это вообще имбах. Это военный. Да, в натуре, смотри. Это военный ремень. Смотри, скакарды. Вот это точно отлетит, нет? Вот это точно отлетит. Вот такой ремень военный. Ребят, он прям военный. Смотрите, подписан как. Хороший рабочий ремень, военный, в общем, топ. Вот смотри, тухенький. Вот она, еба. Смотри, она многоразовая. Такие продаются, блядь, но они недорого стоят. Но рублей за сто. За сто продадим. Вашане такие продаются. Ребят, ну забираем неплохо. Ремень, бутылочку, шапочку. Андрей, у меня тут еще вынос, продолжение. Это пояс для похудения. Это барсетка, вон. Тут, походу, фонарики. Всякие разные подсветки. Смотри. Ого! Ого! Тыстрее, они крупные какие. Это можно такиусь, светомузыку сделать. Это новогодний выгнос. Да. Сейчас елки все выносят. Они все мокрые, ржавые. Это идиотка. Оставим конкурентам. Оставим. Не хочу я брать такое. О, так тут еще вещей. Штаны. Тут галстучки для нас. Штаны для охоты теплые тоже. Галстучки. Все. Убирай, убирай. Такое не купится. Да может купится, а не новые. Штаны бери. Тут, блядь, пояс из этой шерсти. Медведя. Да, да. Я же тебе его дал. Да, бери. Смотри, какие шорты. Шорты с одного дня. Походят еще. У меня это хуже. Такие сейчас купят. Вот еще, смотри, какие штаны. Это охотничьи. Тоже берем. Глядь, что-то не стремно. На охоту ходить. Тут всякая форма. Тут, видно, бывший военный все выкинул. Все новое. Рубашка. Вот. Рубашка. Какие-то шорты тоже такие неплохие. Сейчас как раз лето вот уже скоро. У нас тут весна. Футболка, смотри. Понять и просить. Это же это с нашей Раши. Равшан. Прикольно. Вообще тут вещи неплохие. Надо, короче, искать выносы хаты, да? Вынос хаты, да, ищи. Ну ладно, давай на удачу откроем один слотик. Ну тут ничего нету. Не, шляпа. Что такое, помоечка попала? Ну да, не очень. Вон, рубашечка опять. Шнурки, очочки. О, примерей. О, братва, как я. Хорошие очки, кстати. Забираем? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, сатре. Блок питания. Вынос хаты, вот это да. Таблеточки всякие. Вот это интересно. Смотри, таблетки за 633 рубля покупали. Палочки китайские забираем? Нет, до 2020 года это все просрочено по-любому. Все лекарства. Эти карточки нам не интересны, да? Да, техника интересна. Зажигалочка интересна. Рабочая. Рабочая, да. Значок. Шестерка какая-то. Я буду шопу. О, клей, клей с пакетиком сразу. Осуждаем. О, что там интересное? Давай ты откроешь. Не надо, нет. А что? Это чума, блядь, бубонная. Тихо-тихо. Это древнее зло. Она сейчас может взорваться, кстати. Ой-ой-ой. Ой, там какая-то нефть. Ой, там масло. Там черная нечисть. Что это такое вообще? Черная нечисть. Так, рубашечки новые забираю. Цимус, как тебе ощущения? Ну как баки пахнут? Ощущения, как в Нью-Йорке. Запах такой, я просто, когда был в Нью-Йорке проездом. Там так же пахнет и столько же много мусора. А ловишь взгляды людей? Стыдно сейчас тебе рыться в баке? Ну все люди проходят в жизни. Ты вообще похуй на мнение людей. Знаешь, когда ты маленький, ты все время думаешь, что о тебе думают люди. Когда тебе 20 лет. Сейчас, подожди, забыл нахуй. Когда тебе 10 лет, ребят, вы думаете, что о вас думают люди. Когда тебе 20 лет, тебе все равно, что о тебе думают. А когда тебе 30, ну или мне там 24, ты понимаешь, что люди о тебе ни хера и не думали. Перед сном каждый думает только о себе, а не тебе. Всем на тебя насрать, ребята. Это грустно или весело. Но это факт. Так что не заморачивайтесь. Факт, ребят, факт. Реально. Никогда не думайте, что о вас там подумают. Вон, я живу с кайфом. Рой из баков. Мне насрать. Не думайте никогда о мнении окружающих. О, кормилица, уевает. Слушай, Андрюха, для тебя размер. Ну, стри, какие джогеры, ё-моё, молодежка. Ну-ка, одень, женихом будешь. Что за фирма? Кроп. Тут любители кропов. О, хорошенькие. Да хорошенькие, они новые, блядь. Это как прям... Это Андрюшки оператору. А ну, одевай. Они глаженные. Они глаженные. Они как модельные, серьезно говорю. Одевай штаны, Андрей. Одевай штаны. Что, не хочешь? Будешь покупать? Вот, бесплатно. Я... Нашли мы. Одевай. Сука. Все ему хочу дать. Бесплатно. Оператор выделывается. А вы бы, ребята, одели бы эти штаны с помойки? Напишите в комментариях. Дай проехать, дай проехать. Ой, кормилица. Ой, 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 кормилица, 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 кормилица. Смотри, сколько щеток? Или это местные? У меня выноска. Ой, 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 ой. Так, бытовые отходы. Смотри. О, это не база. Ой, 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 там, там DVD-шник. DVD-шник? Да, руки свои. Да, блин, для видосов, ладно. Какого видоса? Сбахами, сбахами. Подожди, что там? Прах, че. Там прах, да. Ну, лутай, ладно. Сковородку? Ты новичок, отдаю тебе выноска, ты этот лутай, показывай. Так, смотрите, ребят. Ой, бля, я просыпался. Свечки берем для романтика? Да. Свечки берем. Ребята, удлинитель. Это берем. Думаю, это нормальная тема. DVD-шник берем, вот его и бахнем. Слушай, да? Мне кажется, нормально тем какую-то мощную петарду так накрыть. Берем и посмотреть, что там внутри. Это какая фирма? Это фирма Пионер. Он может быть китайский, мне кажется. Блин, жалко Пионер. Ну, ладно, бахнем, жалко просто. Штанишки женские, Зара. Ну, они убитые. А это что за шляпа? Смотри, какой-то валик. Это для завертушки на голове делать. Да. Продал акцакели. Книжка какая-то записная. Денег нет. Вот в эту сумку все закидывай. Кстати, термосумка классная. Тоже продать можно. О, ашечка. Там аккумуляторы можно. Я видел, из них достают аккумуляторы. Короче, делают там электровелосипеды. О, штативчик. Слушай, телефончик цепляешь? Бэмп. Ребята, он рабочий. Это точно надо брать? Ой-ой-ой-ой-ой. Болид нашел кусочек. Помоечка дарит турбо. Смотри, еще один. О, этот вообще длиннющий, смотри. Депилятор, проводочки все, кабелечки. Это все надо? Да, это да. Росыпью так закинем. Пультик, походу, пионер. Прям от него. Да, пионер от этого DVD-шника, пультик. О, смотри, какая еба стоит вон, Влад. Игрушка, пианино. Может, биты будем писать? Ну да, рэп. Походу, пахнет рэпом. Ребята, хотите, чтобы мы сейчас со стрэбухом записали какой-нибудь мега фит? Про петарды и про помойку, ребят. Напишите обязательно в комментариях. Это емба? Ведро и швабра. Это комплект. Комплект. Подумай, может бахнуть? Бахнуть? Легко ли быть мамой книга? Легко ли быть мамой? Вообще мамой быть нелегко, ребят. И тут всякие диски. Короче, я эту тему забираю, мы ее бахнем, да? Так это нормально, слушай. Я видел в Сочи одно место, там до сих пор диски продают. Но слушай, они новые. Ребята, гранд будущего. 3D, прикинь, ёпроста. Блюрей, 3D. О, это для Sony, что ли, игры? Вот это может быть ценно, кстати. Это для Sony PlayStation, да? Все берем. Помоечка кормит. Вещи, да. Пропуск у нас есть. Одевает помойку. Владом заверен. Вот у меня тоже есть пропуск. Пропуск у нас как бы есть. Пропуск с мусорным баком. Но я еще не заполнил. Штребуха. Надо успеть. Штребуха, царь помоек. Да, Штребуха выдал. Его все знают, Штребуха. Видеоблогер Штребух, он выдает эти пропуска. Помойка, она кормит, одевает. Да, вот, ребят, видите. Факт. О, что? Привет. Тут вынос хаты, походу. О, вон, техника вижу. Азарт, азарт, ребята. Швак. Это вынос хаты. Тангаль, санхи, тангаль. Гори ты, тихо. Сейчас бомжи сеть слетятся. Доставай. Подожди, доставать, правда? Да. Слушай, это, походу, джекпот. Чувак, пледик нам надо. Италия пустое. Бро, залутывай, залутывай. Я в тебе верю, неплохо так поднял. Дайсон фен, но это коробка от него. Подожди, может, там что-то внутри есть. Ой-ой-ой, коробочка от наушничков беспроводных. Давай, пока охранники не пришли. Блядь, может, быстро загрузим ее и свалим? Что, целый пакет? Ну что, охранники? Как он закрывают-то они его. Что, туда просто бросать вот так? Да, да, да. Пустая коробка. Ну, там я видел какую-то технику. Да, она пустая. Да, по-любому что-то будет. Где коробки, тут и телефоны должны быть, по идее. О, снеголеп. Пойдет на барахолку маска. Чайник, чайник, ребята. Пиздец, зачем он? А, это сахар, е-мое. Я уж подумал. Все, ребята, чайник есть. Вот его по-любому мы бахнем. А я пледик упаковываю. Так что на канальчик Цимус подписывайтесь. Вам будет много чего интересного, что мы найдем, будем бахать. Надеюсь, найдем какую-нибудь... Смотри, что я нашел. Это снежки лепить. Да, снежки лепить. Это классно. Ну, Краснодар, кстати, не актуально. Ну, как там с деньгами? Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ебаный. Да не надо. Ты понял, да? В Краснодаре вот сейчас зима. Ребят, 10 февраля. Плюс 16. Вы не подумайте, что тут какой-то мы где-то старый ролик. Это новый ролик, 10 февраля. Просто мы на юге. Не надо тут лазить. Ну, это ж вы понимаете, что... Что я понимаю? Я все понимаю. Ну, как вы можете нам запретить лазить? Мы же в общественном месте находимся. Правильно? Вы на территории Губерского находите. Ну, и что? Тут свободный вход, свободный. Я вам бутылочку нашел. Может, договоримся? Да. Сейчас мы дороемся, все, едем дальше. Надо же, у жильцов мнение какое. Мало ли, что вы тут ищите, либо закладываете, понимаете? Да какие... Я в видеоблоге у меня... Видео камеру уберите свою. Камеру вырубай нахуй. Ну, что-то раньше мы тут лазили, никто ничего не говорил. Если бы сейчас жильцы не поджаловались, я бы туда не подошел. Все, понял, хорошо. Сейчас вот эту сумку я заберу с собой. Вот эту сумку. Вы YouTube смотрите? Смотрим. Ну, так подписывайтесь на мой канал. Что, ехали? А, бомжи местные. Ех, что я делал? Бомжи местные. Ну, вот такая у меня, понял, работа. Видишь, выгоняют. Часто такая тема? Слушай, частенько выгоняют. Частенько, да? Ну, да. Ты думал, пропуски придумал, да? Да. Это по приколу-то еще. А хоть раз в канале пропуски эти? Да нет. Надо их подписать, наверное, печать свою поставить. Там фотографии сделать. Вот в этой шапке именно, да? Да, да, да. Пропуск баком, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Возможно, тут что-то будет. Надеюсь, тут-то нет охраны. Да тут тоже охранники бывают подходят. Чего гоняют, да? Не, нормально. Тут нормальные охранники. Ну, блин. Все все должны понимать, как бы. У каждого своя работа, да? У нас работа драть кормилицы, вещи спасать, дарить им вторую жизнь. Они этого просто не понимают. И это надо им объяснять вот это все стоять. Понял. О, вынос с хаты. Сразу? Да. Блин, тот, конечно, подвел. Я думал, там фен дайс. Ребят, на той помойке, где была охрана, они же не дали нам долутать вынос с хаты. Я сумку прям с выносом с хаты забрал. Давай ее сейчас клеим. У, там фен с хаты ниже. А ты чайник забрал же там? Чайник, да, вот там чайник. Еще какие-то ремни. Я полотенце отстирую и продаю. Ну ты жесткий тип, конечно. А я шучу, ладно. Это я использую как тряпки в гараже. Нормально. Ремни такие вот надо? Или это ушат, наверное, считается? Не-не, он ушат. Он стоит в магазине рублей 50, мне кажется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дядя. Адидасовские оригинальные шнурочки. Надо тебе? Так они новые. Ну мне нет. Ну на продажу бери по-любому. Смотри, кепочка. Новенькая. Вообще люкс. Какой-то масштабный вынос с хаты. Нет, там, Влад, какая-то шляпа на самом деле. Тут ничего интересного нет. О, смотри. Это от принтера картридж, по-любому. А, нужен такой? Ну ты открой. Он запечатанный? Ну я думал, посылка какая-то с ВБ, это запечатанный. Принтер от картриджа? Так это новый он. Так он новый, он, говорю, запечатанный. Нифига себе, он реально запечатанный. Ребят, МЛТД109С. Вот столько новый стоит. Это принтер от... Ой, это картридж от принтера новый. Прям новейший. Мы его забираем. Его продать можно. О, смотри. Топовые. Блядь, слушай. Берем такое, чтобы проверить. Она вроде чистенькая. Такое берем. У меня ложки, вилки всякие. Она вообще прям объемная. Подносик. Это явно такой... О, елка. Но елка не сезон, да, сейчас? Да. Ой, у меня крупа. Какая-то типа гречневая. Так это чечевица, это чечевица. Чечевица? Знаешь, какой супчик из нее бодрый получается? Ух ты, я не знал. Ну, такую сумочку грех не взять, поэтому... Она порванная. Нормальная. Адидасы... А, Рибаки, тяги берем на продажу. За 100 рублей продастся. Это что такое? Это сапоги-скороходы. Вито Росси. Чувак, это прошитое, видно, очень брендовое, дорогое. Вито Росси бренд. А вот второй такой тяг где? Это по-любому бренд дорогой. Вот я тебе 100% говорю. Во, 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 Вито Росси, ребят. Прям видно кожа. Они чуть-чуть подубитые, но их еще таскать можно. Тут вот слегка сбоку надорвано, но можно зашить. Видимо, собака погрызла, а так они целые. Ржглютый аппарат. Электропривод мощно рвет. Здравствуйте. А я подписан на штрейбл. Да. Так, ну что, бро? Смотри, делим баки. Тут как раз два бака. Один мой, другой мой? Да, один мой мой. Блин, я не хочу залезать в него. Придется. А ты как хотел? Стремно, пиздец. А что стремно? Баян, стремно. Напороться. Ты имеешь в виду шприц? Ну да, наступить. Ну ты аккуратненько, ну я же запрыгивал. Ладно, черт с ним, ребят, а что не сделаешь? Давай вот эту посытнее. Просто поддержите реально лайком и подписочкой, ребят. Посытнее бак я тебе вот предоставляю, как новичку. Так уж и быть поделюсь. Ну блин. А, тут это метелки, это дворников. Смотри, какая кега. Не-не-не. Подожди. С давлением? Да, сейчас будет. Ой-ой-ой, ты что делаешь? А что так испугались-то? Можно ее бахнуть пекардой? Бахнуть пекардой? Перечекируйте, попробуем? Не надо, ты что тут. Не, ну я понимаю, что ты специалист. Если что, можно для контента потом такую будет взять. Да, мы ее заберем. И петардами протестим. Давай ее реально петардами протестим. Но я ее просто, мне страшно сейчас с собой возить на обратном пути. Окей, окей. Где твоя, где моя? Пакет книг. Это уже вынос хаты пахнет. Я как бы Влада немножко смотрел и плюс-минус. Влияй 7 заповедей лидера, это я беру. Влияй 7 заповедей лидера. Нифига это. Успешные люди, ребята, становятся вот так. Будь чудом, 50 уроков, которые помогут тебе сделать невозможные. Нифига, это книги по саморазвитию. Собираем, конечно. А ты думаешь, зачем? Все. О, тут две одинаковые. Влияй 7 заповедей. Одно тебе, второе мне. Это уже на открытие магазина потягиваю. Подожди, давай баки разделим. Еще одно. Будем баки делить? Будем, будем. Ты книжки вот уже при мне достал. Мне самому стало интересно. Конечно. Какое же такое приветствуется? Как преуспеть бизнес и обрести финансовую свободу и жить счастливо. Ахренеть. Это не ретроградный, Меркурий. Закидывай в пакет, это мы забираем. Это мы забираем. Елочные игрушки тоже он выбирает. И в коробку складывай. Вот они уже здесь. Красивенькие, да, выбирать? Ребятушки, я занимался как бы параритетом. Копал монетки и всякий параритет смотрел про аукционы. И советские игрушки елочные, они очень ценятся. Или игрушки какие-то советские старые. Но здесь я не знаю. Ручная работа, будто бы, смотри. Это яйца Фаберже? Да, как будто. Или яйца Чингисхана? Осуждаю. У тебя такие примерно по размеру. Не, бро, у меня больше. А что ты колокольца не берешь? Колокольца? Все брать? Ты сказал полубирачный. Нормально тоже, все купят. Все купят, оптом, оптом. Вот это, что не взял? Вот это надо было тоже брать. Это игрушка. Это игрушка, бро. А что не взял? Это шарик воздушный. Я знаю такую тему. Не надо, пожалуйста. Что? Один сам. Очки нядя? Хлеб нядя? Берем такое? Померяй. Ребятишки. Не, нафиг. Новогодняя помойка. Не, мне, 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 у меня интереснее найти какую-то технику, чтобы бахнуть. Здесь пока техника что-то не пахнет. Что-то тут тяжелое такое. Из три пакета замотан. Блядь, ня, есть какие-нибудь транспираторы вообще? Вариант там креветки. Ну да, не стухли, бро. Креветки это же есть. А ты не нюхай просто. Не нюхать, да? Да. Лично я шутки шутить сейчас не буду. Я буду драть каждый пакет и извлекать все, что мне надо. А так по пакету сложно определить с выносом, без выноса, да? Надо именно драть. Можно определить. У меня такой опыт, вот я в руку беру, я понимаю, что там бытовые отходы. По объему чуть-то. Плюс кость него чуть-чуть видно, понял? Блядь. Блядь, аж прослезился, ребята. Елочка. Вау, я с нее позабираю. Короче, игрушки, игрушки покупают и украшения все. Елочку, наверное, уже сейчас не купят, не сезон. Уже как бы весна у нас на дворе. Ребят, число знаете какое сейчас? 10 февраля на улице плюс 16. В Краснодаре погодка радует. Вообще нульц. Он походу прям сделан качественно. Ембава в ЛАЦ-3 отлетит, мне кажется, вполне. По-любому, по-любому. А, он с каким-то механизмом даже. Ладно, возьмем. Первая находочка. На петарды я ее не бахаю. Так, короче, тут вроде голят, запрыгиваю в соседний бак. А ты что, скромничаешь? На дне самая вкуснятина. Не, блин, я боюсь. Самый синус на дне. Давай в тот бак налетаем. Тут все. Ну ладно, окей. У меня тут оригинал стайл, натурал комфорт, 50 размер, такая рубашечка. Вообще, ну, дедушкина, но она в люкс состоянии. Вот рубашечку я беру, помоечка одевает. А ты что, завидуешь, да? Не стесняйся, запрыгивай. А ты не бойся, запрыгивай, не бойся. Блядь, и там баян, я прям его вижу. О, смотри, какой. Это для меда. Да? Да, это вот так мед и набирают, короче. Подожди, возможно, это анальное. Ну я не знаю, тем не менее. Мне кажется, для меда. Берем тогда на продажу. У меня что-то под это мутит. Тошнит? Да. Его затошнило, ребят. Ну, блин, первое ощущение, что вы хотели. Никогда не рылся в помойке. Мне-то вообще пофиг на эти запахи. Ну ничего, сейчас привыкнешь. О, так тут сразу вон корм. Смотри, ножки куриные. Можно холодец сварганить. А у меня тут, ребят, очередная помойка. И посмотрим, может, тут что-то найдем, а? Где техника? О, а вот и вынос с хаты. Что, фразу? Не заставил себя, долго ждать. Качественные тяги. Не, мы не голодные, спасибо. А, ну это если мы найдем что-то, тогда поедим. Вот кого надо накормить. Сапог голодный, кушать хочет. Мыльнорыльного. Он масочки для лица всякие. Одно могу сказать точно. От мелких баков вообще жестко воняет почему-то. От вот этих крупных контейнеров. Как-то там более-менее еще. Эти вообще просто трешак какой-то. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это настоящий цимус. Вот это цимус. Это что такое? Это елка какая-то новогодняя? Да, это новогодняя елочка. Смотри, видишь, какие бананчики. Хочешь пробовать? Помоечка кормит? Кормит. Не, ребята, я не рискнул. Такое можно показывать? Ой, а вот это что-то уже... Что-то очень старое. Это еще с 80-х годов ходило. И до сих пор кто-то пользовался. О, 212 VIP. Духи? Духи. Ой-ой-ой, прям VIP. VIP вот дырочка, VIP. Ебать-то, приветки сгнившие. Сын, давай хоть хлеба попробуешь. Да не, ну... С помойки, ну, хоть сочет. Да блин, мне потом на поезде еще ехать до Москвы. От хлеба ничего с тобой не случится. Видишь, смотри. Если хлеб без плесени, он даже мягкий, то с ним все отлично. И как его надо кушать? Да просто отломать, кушать. Может прямо... Не, если бы экстренная ситуация какая-то не была, я бы, может, попробовал. Да? Пока смысл мне без нужды это есть. Так, что у нас? Где тут вы нас, да? Если провода какие-то. Красочки какие-то, фломастеры. Да, они пишут, ребята еще. Ребята, а я кое-что вижу, Влад, смотри. Хочу, мальчик. Бля, руль отпал. Такое мы берем. Она впилась, подожди. Что, застряло? Ну немного. Мне руль кое-куда уперся. Нифига себе, так это Бенкли. Так это Бенкли, да. Охренеть, чувак. Оно пиликает. Слушай, сюда должна залететь петарда. По-любому. Я здесь. За эту кормилицу стою. Кормилица штребуху. Все. И я все кормилице. Кто не знает, тот в курсе. Съебался отсюда, дебил. Уйди отсюда, говорю. Что ты тут снимаешь? Это надо? Конечное. Огнетушители. Конечное. Тут два. Слушай, так они еще полные. Да, вот зеленый. Они полные. Смотри, зелененькое. Вот этот красный, но здесь он тяжелый. Он полный? Ну, не, он красный. Он не пшикнет, а этот пшикнет. Он даже с пломбой. Вот это надо. Это можно побахать, кстати, это интересно будет. На его канале, ребят, мы будем бахать вот эти вот штуки. Огнетушители. И его куртка Adidas оригинальная. Да? Дай ее отстирать. Слушай, да ее реально с порошочком просто простирнуть. Подожди, что это? Вот это надо бахнуть. Смотри, какой клубок ниток. Офигеть. Вот сюда. Вот сюда пекарточку, короче. Ребята. О, для горелки. Блин, вот это интересно будет протестить. А у меня для горелки газовая насадка. О, ребятушечки, с имусом мы неплохо по помоечкам прошлись, насобирали много всяких вещей, довольно-таки интересных, и на его канале мы будем их бахать различными, ребят, петардами. Еще плюс к этому количеству вещей мы докинем одну супер большую и супер дорогую вещь, которую мы бахнем огромными петардами. Некоторые лутатели за нее душу готовы продать просто. Так что, ребят, ссылка на видос будет в описании. Заходите, смотрите, есть бидончик, огнетушители и всякая тема. Будем жахать все это петкарточками, так что будет весело. Посмотрим на реакцию Владоса. Мне кажется, будет жестко. Да, и все это мы будем бахать на свалке. И прямо сейчас мы туда выдвигаемся. Я надеюсь, мы туда попадем. Let's go. Погнали. Ой, второй раз приезжаю на эту помойку. Это, ребят, сытная загородная кормилица. Тут уже он как... Слушай, иди сюда. Целый пакет, походу, трепья. Вынос с хат и сходу. Так, это что такое? Какой-то чехольчик. Пока не пойму, от чего не буду брать. Так его никто не купит. О, подушечка. Вот такую могут купить. Забираем. Слышишь? Нифига тут целый пакет, походу, техники. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, посмотрите. Охренеть. Целый пакет техники. Снимай, что внутри. Аэрпозы. Капец, тяжелая коробка. Так, давай сперва пакет мы осмотрим. Нифига себе. Я ж вам, ребят, говорю, тут такие мажики живут. Подушка. Вон еще одна. Три подушки, короче, нормальные. Клопов нет. Их все купят. Люди постирают, будут пользоваться. Но вот что в этом пакете, это просто, ребят, топ. Джойстик. Джойстик от чего-то. Logitech. Logitech Games. Геймерский джойстик для компьютера. USB-шный. Так, такой, думаю, рублей 500 стоит. Так, что еще? Еще один джойстик. Нифига. Это Razer. Это Razer, прикинь. Ребят, Razer. Вон, видите, значок Razer. Джойстик USB-шный. Тоже для компьютера. Но он зарыганный весь. Такой неприятный. Вот это покрытие Silk-Tetch. Или как оно? Со временем, видите. Вот, короче, такой джойстик, я думаю, вообще тысячи полторы стоит. Так, еще один какой-то джойстик. Беспроводной, походу, с USB-шкой. 4G модем мегафон. Такие вообще по 2500 продаются на Авито, ребят. Это вообще в цене, блин. Капец как держится. Нифига-то. Тут вообще клондайк, ребят. Еще один 4G модем. Это тоже примерно 2000 рублей. Ну, грубо говоря, по 2000 за модем. Их можно продать по 2000. 4000 рублей уже чисто вот эти два модема. Вот еще модем беспроводной. Нифига себе. А он без аккумулятора. Ну, ничего. Может, тоже купят рублей за 800. Это беспроводной Wi-Fi, типа роутер переносной. Коробка от AirPods. Коробка как будто оригинальная. А ну. Ебать. Чувак, я просто в шоке. Охренеть. А AirPods. Может, знаешь, тут не оригинальные. Коробка точно от оригинальных. Они даже работают. Они светятся, прикинь. Зеленая лампочка горит. Нифига себе. Это AirPods Pro. Только смотри, у них сеточки нет. Вон, видишь, дырки. Тут сеточка должна быть. Ребят, прямо сейчас будем проверять, работают они или нет. Но это точно оригинальные AirPods. Прям видно. Люфта на крышке нет. Крышка открывается легко. Я офигеюсь. Там еще провод есть. Не, провода нет. Даже чек есть, смотри. Так, откладываем. Сейчас будем AirPods и проверять. Джойстики вот эти можно продать все где-то за 2000 рублей. Кто-то ж эту технику копил, чтобы вот так вышвырнуть. Ебать, планшет. Планшет, ребят. Oysters. Планшет. Вот его модель. Вот столько на Авито он стоит. 4 ядра, 16 гигов, Bluetooth, 3G, Wi-Fi, IPS-экран. Нифига себе. Смотри. Ебать. Тут даже в комплекте вообще полный комплект. Я так понимаю, блок питания, беспроводная клавиатура, USB-хаб, мышка. Вообще все есть. Капец, ребят. Так у него экран целый. Если экран целый, это уже можно продать на запчасти. Не, он не включается. Может он не рабочий. В гараже более детально уже буду все осматривать. Так, модемы это вообще. Ты что, охренеть. Так, смотри еще модем. 4G модем. Тоже карманный. Капец, он весь зарыганный. Такой грязный. Но такой тоже за 1200 можно продать. Может даже за 5. Для ноутбука оперативка на 4 гига. И вот, планшет походу какой-то. Pocketbook Pro. Книжка для чтения. Я не знаю, как ее включить. Вот, сверху кнопка. Оно включится, нет? О, нифига она работает. Смотри, что-то экран начал моргать. Походу не рабочая. Ну, ничего. Тоже продать можно. Охренеть, ребят. Давайте смотреть дальше, что тут в помойке. Это вот эти для машины. Ну, от дождевики, чтоб дождь не лил. Вот комплект, в принципе. На переднюю дверь и заднюю. Нифига. Да, смотри. Это кто, ребят? Напишите в комментариях. Это вроде это. Мультик сейчас очень популярный. Нифига себе, ребят. Это лазерная установка. Нифига себе. Это топ находка. Лазерная установка. Оно под музыку вот так вот. Бам-бам. Дискотеку делает. Ребят, проверяю AirPods вот эти вот. Подключится оно, нет. О! Не ваши AirPods. Смотрите, ребят. Появилась иконка. Нажимаю подключить. Нажмите и удерживайте кнопку. Так, зажимаю. Заработало. Показывают заряд батареи. Так, вставляю. Ой, капец это. Звук вот этот пилик. Репящий был. Но я не думаю, что, блин, нормальные AirPods выкинут. Ой-ой-ой. Капец, оно репит. Оно очень репит. Ребят, звук такой, как, знаете, пердящий бас. Когда порвался динамик у сабвуфера, такой, короче, им жопа. Возможно, из-за этого, кстати, их ковыряли. И вот эти сеточки отковыривали вот эти вот. Ну, кстати, если слушать процентов так на 20 громкости, можно еще более-менее как-то музыку слушать. Узнаю, ребят, получится починить их или нет. Потому что это AirPods Pro 3 версии. Стоят они новые примерно 20 тысяч. Даже 25. И починить их имеет смысл. Ну, то, что они репят, это, возможно, ну, минус динамики. Я не знаю, может, они в воде поплавали. Ну, может, их пытались починить, но в сервисе сказали, что это нет смысла, и люди выкинули в помойку. Как и вот эту, кстати, устаревшую технику, потому что это все древнее. Попытаюсь починить, и если сделаю, оставлю себе. Ну, а так музыку в них реально вообще нереально слушать.